Белорусский футбол дожил до такого уровня развития, что на межсезонные турниры у нас уже продают билеты. Зарубежных сборов нет, в манежах тепло и уютно, работает фудкорт, приехали топовые команды. Вот условия для того, чтобы футболом скрасить зимние вечера, например, в Могилеве. Тем более место Днепр снова в высшей лиге и любопытно за ним понаблюдать. Есть ли там налет провинциальности и за нескольких лет мытарств в Д2? Или все же город помнит и хочет вернуть середину 90-х? Александр Якубовский спешит с очередной порцией новостей из команд. Домашний турнир в межсезонье – хорошая возможность для игроков Днепра понять, к чему нужно стремиться. А для тренерского штаба во главе с Вячеславом Герасченко по итогам Могилевка предстоит проделать работу над ошибками, чтобы подойти к новому сезону в полной боевой готовности. Целенаправленно подбираем команды специально для таких молодых ребят. У нас их очень много. Команды высшей лиги, команды-лидеры. Для того, чтобы они видели, к чему стремиться, что сейчас ведущие клубы белорусские, как играют, какие скорости, какие еще всякие моменты. И по сути все спарринги у нас на данный момент практически все они с командами высшей лиги. В высшую лигу с могилевчанами пойдет и капитан, и полузащитник из России Юрий Клочков. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром первой. 22 голы и 10 результативных передач на его счету. Новый контракт был подписан в конце декабря. Это касается не только моментов на поле, это и микроклимат в команде. Тем более Юра у нас является капитаном. То есть здесь, конечно, его фигура, она очень важна для нашей команды. Ну, контракт подписан, то есть соглашение есть. Сейчас работаем по новичкам, то есть докомплектовываемся. Сложно было его удержать? Да нет, удержать его не сложно. Он парень не глупый, он все знает, он все понимает. Но понятно, что предложение у него есть после такого ферричного сезона. Но тем не менее он игрок футбольного клуба Днепр. Он самый высокооплачиваемый футболист, если не секрет? Секрет. По меркам высшей лиги в белорусском футболе он достойную зарплату? Он будет получать достойную. Потому что те ребята, которые добыли путевку с первой лиги в высшую, естественно, контракты пересматриваются. Но это процесс немною придуманный. Пока Днепр все еще в поиске новичков. Руководство же анонсирует, что команда настроена закрепиться в высшей лиге и не будет там отбывать номер. Тяжело мне пока на этот вопрос ответить. Ну, я думаю, что у нас то, что на данный момент есть, ну, может быть, два, три, там, четыре новичка добавится. Но это при благоприятном стечении обстоятельств, если так можно выразить. На примете кто-то есть, да, с кем обсуждаются? На примете всегда есть. Это легионеры или белорусы? Ну, это и легионеры, и белорусы. Задача будет одна – набирать очки в каждом матче. И нам надо занять свое место в высшей лиге и тем самым развивать клуб. Ну, это хорошо звучит, набирать очки в каждом матче, но это же очень сложно. Видите уровень высшей лиги даже по прошлому. Ну, уровень, конечно, отличается от первой лиги. Отличается и, как вам сказать, и подборами игроков, и комплектованиями команд, и уровнем сопротивления. Ну, я думаю, что у нас все будет хорошо. Не так много фанатов собирали в эти дни трибуны Могилевского Манежа. Даже на главном матче между Минским Динамо и Немана Маншлага не наблюдалось. Футболисты же отмечают – условия для подготовки к сезону здесь отличные. Конечно, интересный турнир, хорошие команды. А мне, как Могилевскому парню, вообще приятно. И дома, и близким могут прийти, посмотреть. Ну, и, конечно, приятнее играть, чем тренироваться. Тем более в Манеже – хорошее поле. Еще, слава богу, его тут не истесали так, как в некоторых областных центрах. Ну, поэтому играть приятно, хорошие команды, только хорошее впечатление. Типа личные условия, скажете, об этом были в это время? Ну, да, только единственный, конечно, минус в Манежах – это то, что так болезнен подхватить проще. Воздух немножко такой, не очень, так скажем, приятный и чистый, но зато приятно играть в таких условиях. Наставник Гродненцев Игорь Ковалевич сохранил практически всех лидеров. Галкипер Константин Рудинок сейчас на просмотре в казахстанском Кызылжаре. А вот полузащитник Алимардон Шукуров – велика вероятность, что вернется в клуб. Надеемся, может, каким-то чудом еще останется, конечно. Шансов мало, но вот Алишка такая достаточно объемная потеря, потому что это футболист, ну, не хочется прям уже таких великих слов говорить, но он, мне кажется, хорошего европейского уровня. И дай бог ему, чтобы он там куда-то ушел получше, чтобы все у него сложилось. К слову, в Могилев с Неманом отправилось пять потенциальных новичков. Непосредственно перед турниром присоединился к команде экс-капитана энергетика БГУ, защитник Алексей Лаврик. Вице-чемпион точечно усиливается, чтобы в будущем сезоне брать планку выше. Если бы так все было просто, и так каждый раз. Много команд, которые сохраняли костяк, и потом что-то не так шло. В этом сезоне в любом случае будет тяжелее. Да, костяк сохранили, но главное сохранить мотивацию, такую же сосредоточенность, такую же настрой на борьбу, на все. Поэтому, конечно, хочется большего замахнуться на чемпионство, но это будет не так просто, потому что все команды хотят добиться большего. Ну, посмотрим, в конце сезона только увидим. Первым новичком межсезонья в Гродно стал молдавский полузащитник Игорь Костров, в прошлом году выступавший за славию. Соглашение рассчитано до конца сезона. На два года контракт с желто-зелеными подписал ховбек Илья Кухарчик, которого и другие клубы еще раньше пытались переманить из Белшины. Ну да, плюс я уже не первый год в Бобруйске, там много чего повидал, поэтому хотелось тоже не бежать с тонущего корабля и оставить команду в высшей лиге, но так вот получилось, звезды не сошлись, поэтому надеюсь, что Белшина вернется в следующем, в этом уже году, в высшую лигу. Желаем им всего наилучшего. Команда ничего хоть не задолжала Бобруйчане, имею в виду перед вами? Ну, чуть задолжали, но обещали все дать, поэтому надеемся и ждем, и верим. Много из них? Ну, не то, что много, но на жизнь, поэтому в Бобруйске не такие большие финансы, так что... Ну, в принципе, в Немане наверняка, ну, раза в два точно больше получать. Ну, не хотел бы раскрывать финансовый вопрос, поэтому... Ну, не в два, чуть больше, поэтому... Конкуренция здесь, понятно, не такая, как в Белшине. Будет сложно, вы готовы к этому? Конкуренция-то всегда хорошо, поэтому никаких проблем будем стараться конкурировать и бороться за стартовый состав, поэтому тоже никаких проблем в этом не вижу. В своеобразном финале за кубок в Могилеве Неман уступил Минскому «Динамо». Владимир Хвощинский забил единственный мяч с передачи новобранца белосиних Дмитрия Подстрелова. Хорошие спарринги получились. Это первое. Второе – это то, что здесь манеж, который, скажем так, по качеству газона, по работе тренировочной и по играм, которые мы вели, тоже никаких нареканий ни у ребят, ни у тренерского штаба. Ну и третий момент – условия, логистика, питание, проживание, то есть это тоже немаловажно. Плюс восстановление, все как было на хорошем уровне. Поэтому в целом благодарны то, что нас пригласили на этот турнир, организаторам турнира, и мы победители этого турнира. Между тем, Владислав Морозов покинул «Динамо», лучший бомбардир чемпионата Беларуси. Самый полезный игрок лиги переезжает в Португалию – команду «Арока». В белорусском же футболе новый сезон, вероятно, стартует 2 марта, а не 25 февраля. Ожидается, что «Динамо» и «Торпедо БелАЗ» поспорят за суперкубок в Солигорске. Но официально перенос поединка должен утвердить исполком Белорусской Федерации Футбола 1 февраля. Продолжение следует...